Лёш, привет. Жди меня в парке Славы через час. Потом всё объясню. Пока. Я помогу Кате организовать свидание с Алексеем. Надеюсь, что сегодняшний вечер настроит мужчину на романтический лад. Классно выглядишь. Красиво выглядишь. Ну, учитывая то, что его комплиментов, я не слышала вообще от него никогда. И сегодня, ну, то, что он из себя выдавил, что мне красиво, и что он хочет меня такой видеть, это для него... Вау. Вау, вау, вау. Такой, как ты вышла, тебя ещё никогда не видела и не знала. Хотел бы тебя видеть такой постоянно. Я считаю, что она красивая и с ней можно гордо пройти и радоваться тому, ну, какая она возле меня. Пусть заидуют многие мужчины. Человек счастливым делает себя сам. И если я буду счастлива, сама с собой счастлива, и в конце концов приму себя такую, как я есть, то остальные меня тоже будут принимать. Музыка. 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 продолжает давить на мужчину я не так как нравится тебе ответь мне на один вопрос по чему он меня не хочет он не хочет этих отношений он не то что не проявляет активность он ложится на живот и спит он постоянно спит я стараюсь как это не знаю или заснуть отвернуться отказаться обставить ситуацию чтобы этого не было старания катя не увенчались успехом несмотря на ее внешние изменения поведение алексея осталось прежним а это означает что проблема не в том как катя выглядит что же скрывает алексей неужели женщина была абсолютно права и у него еще остались чувства первой супруги алексей и катя настолько увлеклись выяснением отношений что совсем забыли о своих детях а те пока родителям до них нет дела похоже нашли для себя новое развлечение алексей уладил конфликт и теперь ждет объяснение девочек вы знаете что воровать плохо да почему ну что могут посидеть в тюрьме воровать это плохо потому что когда воруешь забираешь те вещи которые тебе не принадлежат понимаете когда сейчас начинаешь воровать ощущаешь на себе какое-то пятно то есть тянешь это воровство постоянно за собой нас с собой в груз который не нужен я это прожил пережил и пронес тоже не один год и не один день вместе с собой носить это очень тяжело и трудно это мешает очень сильно жить понимаете меня я хочу у вас попросить обещание что вы этим заниматься больше не будете никогда воровать мы к этому вопросу больше никогда не возвращаемся договорились я постарался вложить в свой разговор с ними тот смысл который будет для них был понятен и доступен для алексея воровство больная тема сегодня он объяснил девочкам то чего в детстве ему самому никто не говорил и не учил если бы кто-то позаботился о нем тогда может быть сейчас он был бы другим человеком у него сложная было детство семья многодетная четверо детей папа частенько выпивал а когда выпивал приходил домой и маму бил она ушла от нас я не понимал зачем она ушла зачем она бросила нас мать алексея спасаясь от мужа тирана решила сбежать из дому оставив четверых детей она ушла от одного дебила к другому в притон где постоянно пил и никто не работал перезабивали щенков скотами чтобы пожрать я не понимал зачем она ушла алексей тяжело переживала разлуку с матерью и когда пришел к маме попал на пьяную компанию за то что не было денег я там типа по приказу их не пошел искать и нести меня в ванной пугали вешали на ремни на полотенце сушитель я думаю что если если меня не повесят я стану живой то на чтобы уберечь меня вернется домой и не будет находиться там где это все было она оставалась по прежнему живота пить дурять это был момент когда я помощь на маме а уже через два дня 14-летний мальчик остался не только без заботы матери но и без крыши над головой и собирайтесь и типа вам полчаса на сбор и собирать и сидите за своими машей мы ушли я всех собрал сестры было 11 брату 8 и со мной младшей шесть поступок отца не оставил алексею выбора чтобы выжить на улице и иметь возможность прокормить брата с сестрами ему приходилось воровать кралки воски обворовывал приносил и продукты домой и день они не всегда любили чем бы они приходили с пустыми руками не ждали меня всегда алексей уверен если бы он не допустил этой фатальной ошибки в 14 лет его жизнь сложилась бы по-другому это место которое связано с моей первой кражи здравствуйте я когда очень давно у вас в магазине украл булочку и бутылку газированной воды сейчас хочу отдать на свой долг и алексей вот там он еще и но сао тихо важно потому что возвращал нас за газировку с булочкой не только за этот год пацан проститься с тем что было не возвращаться чтобы опять не наращивали долги мне давать процентом Извините, пожалуйста. До свидания. Стало тепло из-за того, что было как бы и признание вины, и попытка изменить или извиниться правильно поступок был. Чтобы выжить, Алексею пришлось научиться прятать свои чувства. Он и сейчас не открывается жене. Я думаю, потому что подсознательно боится предательства. Для того, чтобы навсегда избавиться от этого страха, Алексею нужно встретиться с ним лицом к лицу. Сегодня Алексею придется вернуться в то место, которое еще 20 лет назад было для него настоящим адом. А помочь преодолеть ему детские страхи я попросил психолога проекта Викторию Петренко. Куда мы пришли? В парадную, в дом, который вырос. Я в лифтах в этих ночевалах. То есть ты ночью спал не дома, а спал в лифте? Да. Никаких чувств, кроме того, что холодно было. Ну, холодно от воспоминаний. Потому что было в парадных и холодно. Даже когда и лето, если в парадном, то утром всегда холодно. Сколько тебе было лет? 14-15. Почему ты не жил дома с папой? Бил, постоянно бил. Это мог бы там промежуток, несколько дней, но для первой пьянки он все время, когда был выпивший или пьяный, находил холод, плечину. Когда разбивал нос или губы, когда кровь видел. Тогда просил прощения. Ну, и порой иногда сам ждал, чтобы была кровь побыстрее, чтобы он остановился. Я тебе предлагаю попробовать сегодня поговорить с отцом. Может быть, задать те вопросы, которые в тебе накопились, и которые ты не до конца задал или не на все получил ответ. Может быть, сегодня он скажет тебе больше, чем в голове когда-то. Готов попытаться, но это бесполезно. НЕЗАНЬЕ ДЕСЬ БОДИОМ ВЛАДИОМ НЕЗАНЬЕ СПОКОЛА ИНЕЗАНЬЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Чего вы? Я пришла на внимание телевидения. Так, что вы хотите? Снимаем передачу про вашего сына. Это ваш сын. Я ведь знаю сына. Ну, видно, мать кинул их, как собака щенят, и я сам их тягну. Так а мама чего нас, тебя бросила? Ну и нас с тобой. Я просто жалю, жалю бы. Я такой, ***. Я бы долго рассидел бы, понимаешь? Понял? Ты хоть не так плодил? Мать, я вечно, дети с кем и садятся? Мать, я ими до них удастся долго, моих не знаю, потому что при его подка я не имал права это рубить. Так дети-то в чем виноваты? Так, а при чем тут я? Если у них мать, то я буду выражать. А отца у них что, не было? Я не смогу, ты должен в воде, ты должен в пласть, я дед в лицо. И чакал детей на сей. Он считает себя хорошим отцом у нас, плохими детьми. Что ты добываешься, Рим? Я ничего не добываюсь, я просто хочу сказать, взял прямо в лицо, что ты нас всю дорогу держал в страхе, всю жизнь нашу детскую. Что мы боялись и молились, все вместе там, что ты придешь, не дай бог, пьяный. Потому что знал, если не пьяный, еще как-то все может пройти. Если пьяный, по-любому найдешь, кому за что придраться, набить голову и быть довольным. Так и сбил, что у него затекла вся голова. У него была сплошная гематома, она была похожа на свинью. Губы разбиты, опухшие, глаза залиты. Она не открывала глаз, потому что не мала из-за гематома. Когда мама ушла, ты с нами что сделал через двое суток? Ты пришел с работы пьяный, начал здесь размахивать руками и командовать, в оконцовке твои слова. Вам нахрен полчаса времени, чтобы вб***ть за своей суткой. Плакал, пытался его как-то подвинуть, выдвинуть себя, просил папа, папа. Я собрал детей. В тот момент, когда ты лег спать после этих слов, и ушел со всеми четырьмя из дома. Я с тобой разговариваю. Я ничего не... Мне о тебе ничего не... У тебя... Так, что вы хотите перед меня, чтобы я прошел прощения? Вам не жалко своих детей? Я бы хотел, чтобы меня тоже жалели. А вам не жалко своих детей? А что вы все думаете? Ничего не поменялось, отец, он только постарел. Продолжает пить и сейчас. И не способен раскаиваться. Папа. Я надеюсь, что я не похож на него ни в чем. У меня руки чуть-чуть похожи на него, и я постоянно вспоминаю его, что мне не нравится. Я никогда не буду бить своих детей кулаками по лицу. Как папа, забивать на авиа. Бухать, тиранить. Стройте себя короля, что все ему обязаны и должны. После последних событий Алексей решительно настроен изменить свою жизнь. В данный момент я учусь в девятом классе вечерней школы. Решил учиться, потому что хочу получить образование. Для того, чтобы состояться как-то. В итоге стать успешным. Хочу стать юристом или психологом. Алексей вовремя осознал, что большинство его проблем тянутся из детства. Но станет ли это толчком для изменений в его с Катей отношениях? Возможно, если супруги увидят со стороны, в какой атмосфере вынуждены жить их дети, они смогут поменять свои взгляды на многие вещи. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Я вас сегодня пригласила для того, чтобы вы помогли нам придумать, как же помочь вашим родителям. Я предлагаю вам, чтобы мы сегодня нарисовали, какие между ними происходят конфликтные ситуации и как мы можем их исправить. Поможете мне? Да. Давайте вспомним, какие бывают конфликтные у них ситуации чаще всего. Они друг друга не понимают. Например, Леша не тем тоном сказал, не теми словами сказал, и мама неправильно поняла. Они начинают ругаться. Они ругаются, и нам постоянно кажется, что это из-за нас. Нарисуйте, пожалуйста, как они выглядят в этот момент. Леша, он кричит. Леша при нас очень часто говорит плохие слова. Тура. Дебилка. Это у него обычный такой разговор. Так, а у Кати начинается дождь и слез. Мне больше обидно за маму. На нее постоянно взрывается свою злость. Вот Леша у нас на рисунке, он без ушей, потому что он просто не слышит то, что Катя ему говорит, да? Да. Она у него начинает все расспрашивать и доводит его до того, что он кричит. Ему лучше за ноутбуком сидеть и все. Я хочу открыть вам маленький секрет. Все, что мы сегодня нарисовали, не просто картинки. Из этих картинок мы сделаем спектакль, чтобы ваши родители вашими глазами увидели то, что происходит в семье. И обязательно это исправим. Я думаю, что Катя и Леша посмотрят себя со стороны и сделают визиты. И нам начнут влиять больше внимания. Алексей и Катя еще не догадываются, что на сцене они увидят реалии собственной жизни в исполнении известных актеров. Риммы Зюбиной и Алексея Нагрудного. Катя просит Лешу часто, чтобы он с ней поговорил. Леша делает так, что как будто он Катю вообще не слышит. С первого момента, как я увидел актера, я понял, что это я. Я хочу, чтобы ты со мной поговорил. Мне надо, чтобы ты поговорил со мной сейчас. Стоп. 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 Ты меня считаешь пустым местом. Когда я хочу привлечь твое царское внимание к этому пустому месту, то тебя это раздражает. Как можно жить человеком, который тебя раздражает? А тебя во мне раздражает абсолютно все. Как я дышу, как я говорю, как я хожу. Как я сижу, как я дышу. Тебя все раздражает. А мне, между прочим, больно от этого. Мне больно и обидно. Поэтому я жду, что в конце концов тебе это надоест. Ты возьмешь и уйдешь. Больно было смотреть на все это со стороны. Мне это показало свое бездействие. То, что я вообще не принимаю участие. Обычно вроде бы, как на первый взгляд, кажутся разговоры в диалоге. Мама такое сказала, что Леша хочет вернуться к его бывшей жене Лене. Если бы Леша Катю не любил, то он бы ее уже бросил. Почему ты со мной живешь? Почему? У нас уже нет ни любви, ни страсти, ни тяги. Но если ты так думаешь, то ты дебилка. Конечно, я дебилка. Я ведь не такая, как эта твоя принцесса. Почему действительно ты живешь со мной, если она, извините, краше, чище, лучше? Да? Она ведь лучше меня, да? Мне стыдно за то, что я себя так веду. Ну так давай иди к ней. Ты же сожалеешь, что у тебя не получилось там создать хорошую другую семью. А мне что делать? Что мне делать? Со стороны мы похожи на тех людей, которые издеваются друг другу. Мне достало. Я тебя достала? Так уходи! Уйду. Иди! Бери, молодец, иди! Да, сейчас только я вещи соберу. Давай, иди! 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 Когда Катя с Лешей ругаются, мне хочется подойти к ним и сказать, чтобы они не ругались, ну, чтобы они находили общий язык. Если мама с Лешей будут любить друг друга, мы будем от этого счастливы. Я так понимаю, все дело во мне. Наши отношения – это наша общая проблема. Сделай что-нибудь, чтобы я не плакала. Пожалуйста. Мы бы хотели пригласить авторов этой пьесы. Авторы. Я думаю, что мы правильно сделали, чтобы мы придумали вот этот спектакль и показали Качу и Лешу со стороны. Я думаю, что это им нужно для того, чтобы у них наладились отношения, чтобы они посмотрели и поняли, как мы переживаем это. Мы надеемся, что эта пьеса, она очень поможет вам. Ваши дети очень верят в это, в то, что вы найдете силы вернуть любовь и уважение друг к другу. Меня это очень удивило, что дети – авторы этой пьесы. Настолько четко и настолько явно ситуацию описать не мог бы никто. Я просто даже не допускал себе мысли, что они настолько это все могут переживать, находясь рядом. Извините нас. Наши отношения – это не ваша вина. Давайте мы не будем делать друг другу больно. Давайте. Да. Да. Мне перед вами очень стыдно. Я прошу вас прощения за свое поведение. Спасибо, что показали. И я обещаю изменить отношения к Кате. Извините.